Ну и кстати о Крыме. Местные власти рассказали, чем их курорты лучше турецких. Отдых на полуострове намного безопаснее, чем на родине Ататюрка, потому массового тока отдыхающих не произойдет. Сообщила РИА Новости глава комитета местного парламента по санаторному комплексу и туризму Алексей Черняк. Так ли это? Посмотрим. Мы же обратим внимание уже сейчас на всем известные факты. Для начала заглянем в кошелек. Все пансионаты южного побережья вокруг Ялты и Алушты выставляют цены сравнимые совсем даже не с турецкими, а скорее с европейскими. Недалеко от Судака путевка на двоих на 14 дней в какой-нибудь санатории. Последняя неделя июля, 1 августа с полным пансионом, дорогой и трансфером стоит порядка тысячи долларов. Что вполне сравнимо с отдыхом в среднем трехзвездочном отеле All Inclusive в Турции. Здесь необходимо оговориться, турецкая цена включает в себя авиаперелет и, выехав из Москвы утром-вечером, уже можно помыть сапоги, что ли, в Средиземном море. Цены же на авиабилеты до Симферополя таковы, что 1100 долларов мгновенно превращаются как минимум в 1300, а сегодняшним курсом это вообще не дешево. И там, и там, в центре внимания, конечно, море. Если в Турции можно быть более-менее уверенным, что 1 июня море все же прогреется минимум до 20 к 1 июля, то бишь к сегодняшнему дню до 23, а к 1 августа до 25 градусов и вряд ли будет охлаждаться, то в Крыму совсем не так. Иногда температура воды на полуострове падает до 18. Сравнение, безусловно, в нашу пользу, если мы говорим о встречающих. Тем более до и тем более после референдума нельзя найти, наверное, более трепетного и доброжелательного отношения к туристам, особенно к своим. К своим, без кавычек, вот уже два года как минимум. Понятно, что отчасти отношения зиждятся на явном экономическом интересе, но, тем не менее, этот же интерес не мешает туркам хамить и обманывать. Хотя и наши не без греха, конечно. В общем, как кому повезет. Еще пару слов о географии. Даже беглый взгляд на карту позволяет удостовериться в том, что Турция существенно южнее Крыма. Но проявляется это различие не столько в том, что в Турции жарче, сколько в том, что в Крыму непостояние. Наверное, для людей, плохо приносящих жару, крымский климат подходит больше. Особенно как раз восточно-крымский более сухой, нежели южно-бережный. Крымская природа просто потрясающая, безусловно. Сам был знаю. Она очень разнообразна. От зеленых пушистых гор на южном берегу до фантастических скал на востоке. Но везде глаз находит на чем остановиться. Это все максимум в двухчасовой доступности. В отличие от Турции, где экскурсии в самые красивые места, такие как Памуккали, Каппадокия, отнимают, как правило, два дня так точно. Наверное, для людей, плохо приносящих жару, крымский климат подходит больше. Как я уже сказал, особенно как раз восточно-крымский, более сухой, нежели южно-бережный. Крымская природа потрясающая. Мы об этом тоже говорили. И, собственно, вот вы видите те картинки, те побережья, те улицы, те деревья. Везде есть где становиться глазу, как говорят. К сожалению, сравнивать сервис сейчас практически невозможно. По сравнению с турецким, крымский туристический рынок находится в зачаточном состоянии. По-прежнему, возможно, в меньшей степени это относится к южному берегу Крыма. Хотя есть бесед с людьми, отдыхавшими там. Нам показалось, что, ну вообще, вот если с ними разговаривать, там намного лучше. Простой пример телевидения. В морском, есть такое заведение, морской санатории, принимается, не принимается ни один из социальных каналов, как пишут в некоторых форумах, чатах. Еще один пример прокат машин. Похоже, что на весь Крым есть всего 3-4 подобные фирмы. И они находятся преимущественно в Севастополе. И цены здесь монопольные, что, конечно, неудобно. Ведь Крым словно предназначен для такого бизнеса. Ведь полуостров можно за несколько дней съездить вдоль и поперек. Сразу приходит на ум аналогия с Кипром, где редко кто не берет машину на прокат. О пляжах и говорить не хочется. Считанные отели имеют свои пляжи, а общественные не сильно изменились с советских времен. И люди лежат и сидят друг у друга на головах порой. Вокруг бывает такое окурки, крышки от бутылок. Но не ошибусь, если скажу, что подъем туристического сервиса в Крыму еще долго будет опираться на деньги, энтузиазм. И в большей степени риск частных инвесторов, что никак не сделает отдых в Крыму более доступным.